Четыре года назад Дмитрия Пересумкина сбросили с балкона четвертого этажа. В результате молодой человек оказался в инвалидной коляске. Операция, лечение, долгие месяцы реабилитации. Тяжелые испытания не сломили парня, а лишь закалили характер. Теперь он борется не только за свое здоровье, но и за возможность жить в комфортных условиях. Это мое жилье, которое получается не приспособлен для колясочников. Предоставил мне, получается, администрация. Неудобно вообще туда заходить или как-то добираться. Действительно, в жилье, предоставленное Дмитрию администрации города по договору социального найма, добраться самостоятельно невозможно. Однокомнатная квартира находится в одном из знаменитых спековских домов. Пять ступеней для человека на коляске становится непреодолимым препятствием. Самостоятельно я бы здесь никак не прожил, потому что вот у меня не лестница, а зимой здесь толком ничего не чистят, все в сугробах. И заниматься здесь невозможно, потому что квадратура, она очень маленькая. Тут коляску поставишь, все, то есть где заниматься негде. Также вот получается, здесь брат ко мне приезжал, приходилось ванну меня таскать, потому что там неудобно заезжать вообще от слова совсем. Все, я приехал. Все. Получается, ничего не приспособлено. Дмитрий Пересумкин вынужден снимать квартиру, где есть удобные заезды, а также возможность подниматься на лифте с первого этажа. Но на комфорт приходится тратить значительную сумму из пенсии. Единственным близким человеком после смерти матери для Дмитрия стал его родной дядя Алексей, который переехал в Бийск из другого города, чтобы помогать племяннику. И ни одного дня не пропускаю с ним. Утром сюда, вечером домой. Отдыхаю, когда он только на реабилитации ездить. Но я сказал, в обиду не дам, говорю, и так буду добиваться дальше. Все, что могу, все, что в моих силах. Вот вопрос по жилью мы стали. Они, как бы, отписываются, что пенсия большая, они не могут признать его малоимущим. Я им поясняю, говорю, вы уже нуждающимся в жилье, вы его уже признали. Вы ему предоставили жилье по соц. найму, и он не может вам писать повторно это заявление, так как у вас есть договор с ним. Вас теперь только надо признать его малоимущим. Все, дальше выселить они его не могут. По словам Дмитрия и его дяди, специалисты администрации города предлагали инвалиду-колясочнику другое жилье, условие в котором гораздо хуже, чем в спековском доме, а также переселение в дом-интернат. На такие варианты дядя и племянник не согласны и пытаются с помощью суда отстаивать свои права. Бывают черные полосы, ну а что теперь сделаешь? Вот черная полоса с квартиры. Ну добиваемся, делаем, а что надо в любом случае. Дальше стучать в эти двери, лишь бы все дали. Все это по сути есть. Это как бы говорят нету-нету, а все это есть. У нас, не знаю, ну не может такого быть. Дома строятся, все строится, как будто ничего нету, да, ну не поверю такое. Специалисты администрации Бийска отмечают, цитируем. На сегодняшний день в распоряжении администрации города нет свободных жилых помещений, пригодных для проживания инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Пересумкин Дмитрий Андреевич не признан малоимущим гражданином, а это главное условие для постановки в очередь на обеспечение жильем. В этом месяце Дмитрия и Алексея Пересумкиных ждет суд, где им предстоит доказать свое родство. И лишь после положительного решения они смогут претендовать на улучшение жилищных условий. На данный момент к истории Пересумкиных подключились Следственный комитет и прокуратура. Проводятся проверки, соблюдение жилищного законодательства и социальных прав инвалида. Дарья Федоркина, Илья Питков, Андрей Сегаев. День с толком.